Привет, дружочки-пирожочки! Это товарищ Сафронов, а это различные игрушки-приколюшки, которые мы здесь с вами сегодня будем смотреть. И сегодня мы посмотрим на яйца-сюрприз. Да не просто яйца-сюрприз, а яйца-сюрприз. Это яичко. Катись, яичко, по блюдечку золотой каемочкой и прикатись еще кучу яиц. Именно это яйца с страшной женщиной какой-то. Это, в общем, яйца за бабой и егой. А именно, это, как вы видите, яйца-сюрприз из Галамарты я купил. Они были дешевые, сильно дешевле киндера, прям совсем недорогие. Но цены там меняются, я думаю, что в Галамарте сами посмотрите. Но эти были прямо доступны. Ну, то есть там рублей по 30 рублей где-то они. Каждое яичко, не зная, что внутри за игрушка. Посмотрим, какие будут. Выглядит как типичный киндер-сюрприз. Даже форм-фактор все один. Я думаю, здесь наверняка где-то какой-то завод киндер-сюрпризов, где эти все яйца делают. Сейчас поближе немножечко вам сделаю. Вот так вот. И будем смотреть на то, что же это за прелесть такая. Золотое яйцо в нем. Смерть Кащея, наверное, находится. Давайте распакуем. Значит, сначала перед этим только посмотрим, что у нас здесь есть. Баба-Яга. С другой стороны, вот, нарисованы. Это тоже символ Галамарта, но, я так понимаю, это символ, который у них был. А Баба-Яга, он как-то у них случайно образовался. То есть они там запустили рекламу, а потом настолько, типа, захайпился, что они решили этого переодетого дядьку везде изображать. Как бы в качестве вот этого Яга, Баба-Яга. Даже бренд у них есть. Итак, начинаем распаковывать. Распаковываем, распаковываем. И перед нами вот такое слегка побелевшее яичко. Шоколадка цветом немножко отличается от киндера. Как вы думаете, внутри будет молочный шоколад белое или нет? Сейчас узнаем, сейчас и узнаем. Итак, открываем. Нет, и внутри... Нет, почти все яйца аналоги киндер-сюрприза. Вот с такой историей. Внутри нету белого молочного шоколада. Попробуем. У него шоксочек. Ну, это шоколад за 30 рублей. Ну, то есть, как бы, шоколад в киндере за 30 рублей. Не блещет своими вкусовыми качествами. Очень, прямо скажу, ну, посредственные. Да. Странная структура пластилиновая немножечко такая. И по вкусу тоже такое. Вот. Вот у нас теперь тут немножечко такая в коричневиком капсула. Так, открываем. И давайте посмотрим, что внутри. Внутри есть какой-то буклет. Галамарт. Вот. У нас есть изображение этой. Баба-яги. Видите? Баба-яга. А с другой стороны... Собери всю коллекцию пентопов. Пентоп. А, пентоп. Типа, вверх карандаша. Карандаша у меня, к сожалению, нету под рукой нигде. И это вот такой вот пентоп. Где-то я уже видел недавно. Слушайте. В каких-то игрушках попадались мне то ли в киндерах, в каких-то вот пентопы. Вот такие вот. Это вот надевается на карандаш. И у вас такая вот милая баба-яга. Сейчас посмотрим, все ли внутри фигурки и игрушки именно с этой бабой-ягой. Это пентопы. Или, может быть, попадутся какие-то другие. Вот такая вот радостная баба-яга. Но сделана, кстати, неплохо. Прикольно. Текстура такая, смотрите. Довольно забавная, занятная текстурка у этого пентопа. Видите? Все отдельно, раздельно. И сзади вот так вот немножечко небрежно приклеено. Но ладно. Давайте следующее яичко закатываем в кадр. И здесь тоже самое нарисовано. На всех одинаково нарисованы бабки-ёшки. И открываем вторую. Внутри такой же яичко. Может быть, здесь лучше шоколад. Он мне еще немножечко подтаял. Такого неприятного синего цвета. Если честно, может быть, камера чуть-чуть улучшает. Но в целом он такой, знаете, немножечко неприятненький. Такой вот цвет. Ну-ка. Здесь то же самое. Тест на шоколадочность не пройден у этих яичек. Так что придется мириться. Ну так. Что же здесь? Пентоп или нет? Пентоп. Но новый. Новый пентоп попался. Баба-яга также нарисована. Всего их сколько? Пять, да? У нас получается вот этот рыжий. У них непонятно кто. Лис. Баба-яга, которая мне попалась. Баба-яга. Не знаю, что она делает. Какого-то... А это волосы ее. Она бежит, как Наруто. Наруто! Наруто. И Баба-яга сложила руки. И есть еще вот этот лисенок с кисточкой. Вот. Непонятно, лисенок или кто. Очень такой жирненький. Лисенок какой-то получился. Здесь у нас. Но цвета яркие, что прикольно. Машет ручкой. Привет! А вы не забывайте лайк поставить в видео за разные игрушки-приколюшки. На канале выходит куча разных видео. Не только про то, что вы сейчас смотрите. И вообще разные игрушки. Пытаюсь показывать вам все время. Так. Это мы поняли. Такая же история. Пентоп. И вот это вот следующее. Хотел. Ну-ка. Нет. Давайте. Выкатим. Итак. Да что ж такое? Подождите. Ну, допустим. Ладно. Попал. Монтажа здесь не будет. Можно так. О, спасибо. Баба-яга кинула мне свое яичко. Яйца Баба-яги у нас здесь. Это точно. Так. Эту шоколадку я пробовать не буду. А то у меня будет аллергия или что-нибудь такое. Я боюсь какая-то очень... Вау! Вау! Вау-вау-вау! Смотрите, у нас что-то новое. Неприятный желтый цвет. Теперь такой же цвет детской неожиданности. Немножечко, мне кажется. Не похоже на цвет киндера. Но хотя бы близко. Может быть здесь не пентоп? Давайте же гадать. Трясется? Нет. Ничего не трясется. Ну не просто же так. Может быть это суперредкий? Может быть это как бы что-то значит другой цвет? Может быть другая коллекция? Нет. Это не другая коллекция. Это тоже пентоп с Бабой-ягой. А просто вот с такой вот бегу волос назад. Вот такая Баба-яга. Вот она. Бежит, видите, ножка такая приподнялась. Но смешные. Они смешные. И с персонажем. Правда такие, я думаю, должны как-то дариться. Потому что это все-таки не просто Баба-яга, а персонаж именно Галамарта. И вот это вот, по сути, это мерч Галамарта, который нужно покупать. Ну, почему бы нет? Мерч блогеров же вы покупаете. Ну, там зрители какие-то покупают. Вот. И со всякими Симпсонами. Это же тоже мерч, по сути, который продается там в магазинах и с другими персонажами. Но, ладно. И у нас остался последний. Это я не знал, что он будет в коллекции 5. Вообще не знал, что внутри. А так бы взял 5. Может быть угадал. Смотрите, как пошло дело. У нас все 3 и 3 они не повторки. Здесь чувствую я, что, как говорится, Игла Кащеева. Им нужно было здесь разместить. Ну, действительно, было бы прикольно. Игрушки. Причем у них есть серия игрушек по русским сказкам. Здесь бы можно было разместить их. И один из пентопов сделать иголкой с каким-нибудь дополнительным бонусом. Ну, как бы не настоящую иглу, а вот такую пентопную иглу. Там же такую, типа, сделать. Нашел Смерть Кащеева. И там бы был еще какой-нибудь подарочек. Не знаю, положили бы туда пластмассовый кристаллик. Типа что-то. Вот нашел иглу, которую можно сломать. Как бы, понимаете. Ну, что-то такое можно было. Или там что-то светящуюся ее сделать. Какую-то редкую. О! Новый цвет. Ну, как минимум, мы узнали, что у них есть три разных неприятных цвета. Цвет такой. Цвет такой. И цвет вот такой. Три. Не очень. Ну, какие-то у них оттенки, вы знаете, такие грязноватые немножечко. И сами они в этой шоколадке. Ой, неприятный привкус после этой шоколадки остается не шоколадный, а какой-то порошковый. Так, ну и посмотрим, что здесь. О! Я в самой... Ни одной повторки. Ничего себе. А как так получилось? Если бы я взял пять, наверное, пятая была бы тоже не повторка. А как же так? Смотрите. Смотрите. Все разные. Не только вот этого. Наверное, это супер редкий котик с красками. Не знаю почему, но вот он не попался. Но все разные. Это круто. Как минимум, мы сделали обзор на коллекцию практически всю. Она еще и с сердечком. Или она испекла кого-то. Что это? Это сердечко? Или это сердечко Иванушки, которого она все-таки запихнула в печь? Ну, это же все-таки злобный персонаж, конечно, там. Он сделан добрым. Но вообще, по факту, да, это людоедка такая. Вот. У нас много бабы Йог и один кот в компании вот такой вот дамской. Вот такие пентопы на карандаш. Вот так вот. Ну, не знаю, подойдет на карандаш или нет. На все ли карандаши подойдет. Нет, к сожалению. У меня я не был готов к тому, что здесь пентопы. Не подготовился. Если хотите видеть еще различные игрушки-приколюшки, не только яйца-сюрприз Галамарта, а вообще другие, не забывайте ставить большой палец под этим видео. Вот. Если вам интересно было посмотреть и вообще просто разные интересные ролики любите, то ставьте лайк, поддерживайте видео, подписывайтесь и пишите комментарии. Какая, кстати, вам больше всего, какой пентоп вам больше всего понравился. На этом все. Пока-пока. Ну, мне теперь нужно найти много карандашей. Ну, как минимум они весело выглядят. Ладно, они цветные, яркие, прикольные. И по 30 рублей. Хотя шоколадка невкусная. Не знаю. То есть, вот тут вот такое. На одной чаше висит какая-то баба-яга. Яркая, точнее, яркая, цветастая баба-яга. Со всякими возможностями, как бы, быть установлены на карандаш. С другой стороны, это бренд не всем известный. Непонятная баба-яга с непонятным лесенком, который игрушкой не является, а является насадкой на карандаш. То есть, как бы, и невкусная шоколадка. А с другой стороны, шоколадка там тут вообще в целом есть. Ну, не то, что она какая-то отвратительная. Просто не очень вкусная. Вот. Так что дальше решайте для себя сами. Вот такую вот находочку показал вам Галамарти. Пока. Приветствую еще раз. Если вы досмотрели до этого момента, то, возможно, вам будет интересна эта информация. У меня есть стрим-канал. Вот чат. Вот я только что закончил стрим. И можете приходить. Это канал Сафроныч. Ссылка на него в описании. Там еще больше болтовни, если вам это было интересно в ролике. И единственный момент. Детей мы тут не ждем. Родители проконтролируют, чтобы дети не приходили. Сами можете. Разберетесь вы уже сами, интересно или нет. Так, залетайте. У нас пока лампово. И, так сказать, в начале стримерской карьеры. Можете присоединиться к нашей тусовочке. У нас уже довольно прикольно. Так что до встречи на стриме. Кому это будет интересно. Еще раз пока.